Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем общаться с министром социальной защиты населения Амурской области Натальей Киселевой. Здравствуйте, Наталья Викторовна. У нас, как всегда, много серьезных вопросов, потому что все, что касается социальных мер поддержки, я не ошибаюсь, если скажу, что это то, что действительно волнует больше всех. Вот, в частности, этот год, 2017, уже не раз говорили о том, что направленность бюджета будет, опять же, иметь социальную, социальная направленность, опять же, будет, да? То есть вы, если охарактеризовать все-таки 2017 год, вот куда больше всего средств будет потрачено, направлено, потому что понятно, что вам все равно достаточно скромные средства надо перераспределить. Ну, действительно, вы знаете, что традиционно социальная защита — это самая затратная статья любого бюджета, да? И при формировании 2017 года это было не исключением. Надо отдать должность и должное и правительству мужской области, и всему законодательному корпусу, что действительно судзащите уделили особое внимание, и постарались сохранить все те направления, которые были предусмотрены в 2016 году, и обеспечить финансирование, чтобы все льготы, которые получали в 2016 году, мы продолжили получать и в 2017 году. Ну, давайте сейчас вот перечислим основные направления, действительно, по которым вы будете работать. Вот что это в первую очередь? Ну, наверное, самые затратные направления стоит отметить, да, и обратить внимание, это, конечно же, социальная поддержка семей с детьми. Потому что наша самая главная задача органов судзащиты — снизить уровень бедности таких семей. Вот если их пересчитать, то порядка 17 направлений различных видов поддержки, которые по линии судзащиты оказывают малоимущим семьям. Это начиная от маленького ежемесячного пособия, которое порядка 300 рублей в зависимости от районного коэффициента равняется, и до достаточно такой значительной выплаты, которая больше 11 тысяч получают наши малоимущие семьи, родившие третьего и последующего ребенка до достижения им трех лет. То есть здесь семья получает значительную поддержку. То есть это такие ежемесячные выплаты? Это ежемесячные выплаты. Конечно же, мы продолжим предоставлять в 2017 году такие меры соцподдержки, как на оплату льгот по ЖКУ. То есть это тоже востребованная льгота. Всегда она в семейном бюджете тоже имеет весомый вклад. Льготы по ЖКУ у нас получают традиционно в соответствии с федеральным законодательством. Это инвалиды, как мы их называем, федеральные льготники, это ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны. Так и областные льготники, это ветераны труда и все другие категории, которые предусмотрены областным законодательством. То есть эта категория у нас самая большая. Здесь порядка 60 тысяч льготников получают меры соцподдержки по ЖКУ. Есть немного другое направление, например, это субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Здесь тоже большая категория граждан. Практически 35 тысяч получает это направление по этому направлению средства. Пользуются мерами соцподдержки на проезд у нас льготной категории. Ежемесячно это 25 тысяч человек пользуются льготным социальным проездным билетом, либо покупают социальную карту и осуществляют поездки в общественном транспорте. Это основные, наиболее популярные направления, хотя их достаточно много в сфере соцзащиты предоставляется. Какие категории граждан могут рассчитывать на получение льготы в этом 2017 году? Как мы можем их характеризовать? Стоит обратить внимание, что все те льготные категории, которые получали меры соцподдержки в 2016 году, которые были определены федеральным законодательством, областным законодательством, продолжат получать меры соцподдержки и в 2017 году. Изменений никаких в областном законодательстве не было произведено. Поэтому традиционно это наши ветераны труда, я говорю сейчас об областных льготниках, это труженики тыла, это репрессированные, реабилитированные доноры, ну и многие другие. Наталья Викторовна, какая категория у нас относится к самым многочисленным? Ну, наверное, повторюсь, опять же, это категория, которую мы выделяем, льготная категория, которая получает меры соцподдержки по ЖКО. Это вот инвалиды у нас большие, у нас порядка 80 тысяч вообще, в принципе, инвалидов проживает на территории Амурской области. Это семьи с детьми, семьи с детьми у нас 35 тысяч, но это малоимущие семьи с детьми здесь имеются в виду. Вот, наверное, они самые многочисленные. Ну, действительно, в принципе, то есть непростая ситуация, да, потому что льготников очень много, поэтому, и вопрос, я так понимаю, с жильем тоже далеко не каждого человека решен, поэтому занимает тоже многим. Поэтому, если можно, вот немного о социальной ипотеке расскажите, напомните про нее, какие условия. Ну, вообще, по линии судзащиты, да, действительно, как вы обратили внимание, отдельные льготные категории улучают свои жилищные условия. И одной из программ, которая была направлена на улучшение жилищных условий, это была программа, которая принята в 2009 году, развитие ипотечного кредитования в Амурской области. Участниками этой программы стали порядка 6 тысяч амурчан, ну, семей, которые решили улучшить жилищные условия. Вот за период действия программы с 2009 по сегодняшний день 1,9 миллиардов рублей было направлено на различные меры соцподдержки тем семьям, которые взяли ипотечный кредит. Ну, и на сегодняшний день, естественно, мы продолжаем в этом направлении работу, несмотря на то, что сама программа прекратила свое действие в 2015 году, то есть теперь не могут быть приняты новые участники этой программы. Но хотелось бы обратить внимание, что правительство области взяло на себя обязательства, поставило перед собой задачу всех, кто вступил в эту программу и перед кем у правительства имеются обязательства. Все эти обязательства будут исполнены в полном объеме. На сегодняшний день погашение задолженности осуществляется неплохими темпами. Мы только за 2016 год больше 400 миллионов направили на погашение задолженности перед гражданами по ипотечным кредитам. Естественно, нам работа предстоит и в 2017 году. Средства на это предусмотрены, сформированы графики погашения задолженности. И у нас в первую очередь, конечно, получают выплаты тем, кто особо нуждается и находится в трудной, затруднительной ситуации, связанной с приобретенным жильем. Какие планы на 2017 год ставит в том числе и губернатор, и законодательного собрания перед Министерством социальной защиты? Можете рассказать, какие у вас все-таки направления? Потому что я понимаю, когда бюджет небольшой, все равно приходится чем-то жертвовать и как-то перераспределять эти средства. Вы наверняка уже понимаете, как это будет происходить. Действительно, несмотря на трудности в финансовом плане, мы постарались сохранить все приоритетные направления, и в этих направлениях будем работать. У нас приближается 9 мая. То есть мы традиционно готовимся к этому празднику, чтобы наши участники Великой Отечественной войны получили все положенные выплаты. Те, кто еще числится у нас в очереди на приобретение жилья, чтобы получили свое жилье. Мы традиционно продолжим работу по обеспечению жильем детей-сирот. Это тоже такая большая категория граждан, востребованная мера соцподдержки. Конечно же, никто не отменял 1 июня, к которому мы готовимся, потому что в наших социальных учреждениях также проживают детки, с которыми мы должны будем организовать праздничные мероприятия. Оздоровительная кампания. Лето приближается, скоро весна. Традиционно у нас пройдет оздоровительная кампания. В прошлом году порядка 6 тысяч детей из малоимущих семей получили возможность отдохнуть в летний период. Также запланированы и праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню Пожилого Человека. Ну и новогодние праздники. Так что мы думаем, что мы отработаем в том же режиме, с теми же задачами справимся, которые перед нами стояли. Ну, Наталья Викторовна, будем надеяться, что следующий год будет как-то активней. Я искренне хочу в это верить, что и средств прибавится в бюджете Амурской области, соответственно, на большее будет хватать. Правильно? Конечно. Хотелось бы в это верить. Ну, действительно. Наталья Викторовна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Надеюсь, скоро увидимся. Спасибо большое. Яна Таняна, сегодня у нас в гостях была Наталья Викторовна Киселева, министр социальной защиты населения Амурской области. А вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи и будьте счастливы. Спасибо.